Всем привет! Сегодня я пришла к вам с роликом о свекрови. Отношения со свекровью и тёщей — это у нас такая наболевшая тема, о которой многие даже говорить не хотят. А если кто-то спросит, то мы обязательно сделаем вид, что у нас всё хорошо, дабы людей не посвящать в то, как нам хреново. Я очень упертый человек. Я не люблю, когда мне навязывают своё мнение, я не люблю, когда мне указывают, что мне делать, когда я и так прекрасно всё это знаю, либо просто мне в приказном тоне пытаются что-то навязать, что-то заставить сделать. Я сделаю вплоть до наоборот, просто даже вот иногда специально, вопреки. Поэтому всё, что я расскажу дальше, наверное, будет не так очевидно для всех остальных. И я сама была в шоке, если честно. Ну и по традиции я, конечно же, расскажу свою историю сначала, а потом уже в конце дам какие-то советы, если, конечно, они кому-то будут интересны. Моя история такова. Я с парнем познакомилась в 2007, по-моему, году. И в то время мы стали жить как раз-таки года полтора, наверное, может быть, даже два, до того, как я познакомилась с его мамой. И честно сказать вам, я даже не думала, что мне когда-то придётся с ней познакомиться. Объясню почему. У меня не складывались отношения с матерями парней. Вернее, я с ними общалась нормально, но вот эта вот, знаете, навязчивость диктовать, что мне надевать, куда мне ходить, как мне себя вести, мне не очень нравилось. Я никогда не высказывала в лицо маме парня о том, что мне это не нравится, о том, что я сама знаю, что и как мне делать. Ну, либо я приняла к сведению спасибо, я никогда ничего никому не говорила. Я напрямую общалась с парнем, рассказывала ему это всё. Ну, соответственно, парни всегда выгораживали своих мамочек, что меня, допустим, не радовало. Я конкретно же не обсирала их мать, я просто говорила, что, допустим, твоя мама предвзято ко мне относится. Она считает, что я одеваюсь неправильно, она считает, что я там слишком худая, допустим, ещё там что-то. И это мне, допустим, не нравится. Упор был ещё на то, чтобы, может быть, он с мамой поговорил, да, как-то. Но мужчины, знаете, это вот иногда вот так вот. Ты стучишься в закрытые двери. И, соответственно, мужчинам нужно говорить напрямую. Но даже когда спустя какое-то время я говорила прямо парню, что мне не нравится, как мне не нравится, что меня не устраивает, всё равно, всё равно вот стучишься вот в закрытые двери. И этого уже не изменишь, потому что изначально, да, я ничего не говорила. Изначально меня вроде бы как всё устраивало, да, а потом внезапно стали какие-то вот высказывания. Поэтому нужно изначально говорить то, что вам не нравится. Но никак не настраивать своего мужчину против матери, да, против родителей. Никак не говорить ему о том, что мы больше к ним не поедем или мы будем вообще к ним очень редко ездить. Этого не нужно делать, потому что, ну, согласитесь, вы своих родителей любите. Если бы ваш парень сказал вам о том, что ему не нравится у ваших родителей, вы бы его пытались переубедить, правильно? Вы бы ему говорили всё, что угодно, что он неправильно там что-то понял, что вы поговорите со своими родителями, чтобы они себя вели там нормально или ещё что-нибудь, но вы бы не перестали к ним ездить. Поэтому ставьте всегда себя на место того человека, которому вы что-либо высказываете, правильно? Тем более про его родственников. Представьте, он жил со своей роднёй сколько лет, да, горе себе не знал. И тут нарисовывается такая фифа, которая пытается тут всем рассказать, кому, как нужно себя вести. Поэтому нужно себя вести как раз-таки достойно, нормально и без никаких вот этих «Эээ, мне не нравится, я тебе сказала, эээ, она меня ненавидит». Лишь бы просто настроить своего мужчину против его родителей, потому что вам с ними скучно. Опять же, да, нужно рассматривать стадию отношений. Как бы у мужчин, у некоторых, есть какие-то определённые стадии. Кто-то считает, когда вы уже начинаете жить вместе, тогда уже нужно знакомиться с родителями. Кто-то считает, что вы встречаетесь там месяц-полгода, уже можно знакомиться с родителями. У каждого мужчины своя стадия, они как-то это подсознательно всё чувствуют. Мы же, женщины, считаем, если мы любим его, он прям наш принц на белом коне, то всё, можно вот-вот прямо сейчас идти знакомиться. Но есть также чувство, когда мы не очень хотим знакомиться с родителями, потому что... Не потому что мы считаем, что это не тот именно мужчина, а потому что, ну, как-то это не нужно, либо мы до конца не знаем, чем могут закончиться эти знакомства, эти отношения с родителями. Я же говорю, тема наболевшая. Итак, моя история. Мы после полутора лет познакомились с мамой моего парня, уже нынешнего парня. Его мама, на первый взгляд, оказалась очень приятной. Мы не собирались переезжать никуда, поэтому мне было как-то даже по барабану. Мы познакомились, и я не предполагала, что мы будем когда-либо жить все вместе. Но первое впечатление было очень хорошим. И что меня больше всего поразило, то, что мама парня не говорила ничего такого, что бы могло скомпрометировать парня, что могло бы пристыдить его где-то. Потому что все предыдущие мои знакомства с родителями заканчивались тем, что мама описывала гениталии своего сына в детстве, мама описывала, как он там писался до скольки лет. Нет, я, конечно, все понимаю. Но мне кажется, будущее женщине вашего мужчины, это как-то не совсем нужно. Не потому что мужчина упадет в глазах женщины тогда, а потому что это неуместно. А вы можете поделиться о своем сыне с какой-нибудь вашей сверстницей, с той же мамой, либо когда я стану мамой. Но в остальном, мне кажется, это неуместно. И по сей день мама моего нынешнего парня не заикалась вообще об этом, понимаете? Просто это не тема для разговора, не тема для обсуждения, кого какой размер был, когда у него первый раз был, и все в таком духе. Ну и в какой-то определенный момент мы решили переехать в город, как раз-таки где родился мой парень, и мы решили жить там, потому что он уволился с той работы, на которой работал. В общем, я думаю, эти подробности не особо-то и нужны. Мы, короче, стали жить все вместе. Мама, парень и я. Была двухкомнатная квартира, было какое-то свое пространство, пространство, и это очень круто. Если бы, конечно, была однушка, то я бы, конечно, не высказалась по этому поводу, типа, в однушке я жить не буду с мамой. Как бы не хочешь, не живи, езжай домой и делай, что хочешь. Если ты любишь своего мужчину, то я думаю, тебе по барабану. Однушка, двушка, либо вообще вы живете в какой-то комнате съемной. Когда мы уже переехали основательно жить с мамой парня, то я уже как-то была с ней знакома, и, соответственно, уже не было такого какого-то вот, ну, неловкого момента, что ли. Были неловкие моменты, когда нужно было убирать, когда нужно было готовить, когда нужно было что-то делать по дому, да. Я была там новенькая, я не знала, где что лежит, куда что нужно, да. И, соответственно, мне даже иногда было неловко что-то спросить. Вот такая вот я стеснительная была. Ну, я, в принципе, и есть такая, просто сейчас я живу отдельно, сейчас я ни с кем другим не живу, чтобы как-то неловко себя чувствовать. И вот эти вот неловкие моменты приводили к тому, что я знаю о том, что маме парня не нравилось, что я там где-то что-то не делаю, где-то не проявляю себя, да, как-то там, допустим, мама уборку затеяла, а я не иду на контакт. Я просто, допустим, такой человек, что если человеку что-то нужно, то он попросит. Я не буду лезть, знаете, вот без мыла в одно место, лишь бы выслужиться. Ой, дайте я вам помогу, ой, дайте я вам это сделаю, ой, давайте я это помогу. Может быть, человеку это не нужно, а он из чувства такта, да, не может вам отказать, может быть, вас это обидит, и он соглашается, но ему не нужна ваша помощь, или она вообще усугубляет всё дело, да, как бы она замедляет, может быть, это дело. Поэтому я и не лезла, и, соответственно, я не знала, что нужно помогать, не нужно помогать. Но потом, со временем, я просто как-то, ну, привыкла, и стала сама спрашивать, давайте я вам помогу, или нужна ли моя помощь, или сама уже брала, и что-то делала, и мы лясы точили. Часто, я вам скажу, мы проводили время на кухне, потому что, ну, моего парня, мама, она не то, что любит готовить, но она вот так вот время своё проводила. Соответственно, я ей помогала за счёт того, как мы стали проводить время вместе, на кухне, за всякой готовкой. Мы начали смотреть телевизор вместе, мы начали ходить в магазины вместе, мы начали делать всё абсолютно вместе. И маникюр мы делали вместе, делали его дома сами, смотрели телевизор, и ковырялись, сидели там, что-то делали. Также часто перебирали какие-нибудь ягоды из дачи, делали, короче, всё. Как-то реагировали на всякие свои какие-то выпады, ну, более-менее адекватно, что ли. Бывали, конечно, моменты, когда настроение у мамы, нет настроения у меня. Нам, может быть, и не нравились какие-то, да, там, психи, может быть, нервозность, какое-то такое вот нестандартное какое-нибудь поведение. Всякое в жизни бывает, но мы всё равно не ругались, мы молчали. Ну, бывает такое. Ну, вот бывает. Понимаете, мы жили не только вот, да, мама и я. Мы жили все втроём. И трудности были у всех. И настроение плохое было у всех. Когда-нибудь оно бывает такое у всех. И это нормально. Это жизнь. А мы живые люди. Я также долгое время не могла найти работу, потому что, ну, маленький городок, там одни банки, какие-то фирмы, окон, всяких дверей и всего остального. Как-то работы немного было. И, ну, либо иди продавцом на рынок работать, либо в каких-нибудь магазинах. Я один раз устроилась в магазин там работать. Отработала месяц. Оказалось, что у меня недостача. Причём я всё писала. Я вела всё как положено. Потому что я как-то немного с бухгалтерией как-то соприкасалась. И опыт остался немножко. И я чисто для себя подбивала. Потому что продажи были небольшие. И это как-то не составляло никакого труда подбить всё примерно какое количество, чего должно остаться, да, на остатках. Система просто была такая, что при приёме и при сдаче смен всё время недостача была. Именно когда новый человек приходит. Девочка, которая уволилась, вместо которой я пришла работать, ну, у неё была недостача, там около 6 тысяч на тот момент. И, ну, это были большие деньги, именно на наши украинские деньги. И это вообще жесть. А девочка студентка была, ей, соответственно, нужно было либо работать, работать на то, чтобы выплатить эту недостачу, либо брать у родителей. Короче, ну, как-то сами понимаете, да, абсурд. То же самое было у меня. Так как я работала неофициально в этом магазине, я просто всё поняла, развернулась и уехала к себе в город ненадолго. Скрывалась. Ну, сейчас не об этом. Я долгое время не могла найти работу. Мама парня даже мирилась как-то с этим. Я знаю, что ей не нравилось. Откуда я это знаю? Мне никто ничего не высказывал. Я не знаю, были разговоры мамы с сыном на эту тему, но я просто сама понимала, что как бы нужно работать, и уже хотелось работать, но не было возможности. То там дурят, то там дурят. Я потом на окнах работала, два месяца отработала, и мне ни разу не заплатили. Понятное дело, такие дела практикуются везде. Как и на Украине, так и в России. Во всех даже странах такое существует. И этим никого не удивишь, понятное дело. Но просто мы жили все вместе, и нужно было, чтобы все работали, все вносили леп туда какую-то, в совместное проживание, потому что нужно за коммунальные платить, нужно, ну как-то, понимаете, еду приобретать и все остальное. На этой почве у нас скандалов не было. У нас, в принципе, на любой почве не было никаких скандалов. Может быть, были какие-то недопонимания, да, это есть у всех, потому что мы все разные люди. Кто-то где-то как-то воспитан в своей семье именно по-своему. Как бы, знаете, такая тоже своего рода притирка между людьми. Мы привыкали к друг другу, и, соответственно, вот так вот мы привыкли к друг другу, и мы уже знакомы, я не знаю, сколько лет. Сейчас мама парня приезжает сюда, и были, кстати, да, вопросы по поводу того, что как мама парня относится к моему внешнему виду, такому вызывающему, готическому где-то, в общем, нестандартному. Я хочу вам сказать, вот все время, сколько я жила с мамой парня, мне вот больше даже мама парня делала комплименты, чем он сам. Всегда меня красоткой там называла, всегда меня, ну, я не знаю, может быть, и подбадривала где-то, да, когда я там как-то неуверенно себя чувствовала или волновалась, может быть. Но никогда никакого плохого слова я, в принципе, от этого человека не услышала. Я вообще, в принципе-то, благодарна за то, что, допустим, мама парня, да, приняла меня так. Хотя могла вести себя, ну, как и все, да, свекрови ведут себя, именно свекрови, которые, как мы наслышаны, и выгоняют из дому бывает, орут постоянно, и постоянно указывают тебе на твои недостатки, постоянно тебя пилят, можно так сказать. Я благодарна, что у меня просто такого не было. И понимаете, если бы такое было, то я бы, наверное, рано или поздно уехала бы оттуда и больше никогда не вернулась, потому что я такой человек, мне не нужно такое вот отношение скотское ко мне ни со стороны моего мужчины, ни со стороны его родственников. Если это, конечно, родственники, с которыми мы редко соприкасаемся, которые меня не очень любят, и где-то раз в год мы там с ними увиделись, то, да, это еще можно потерпеть. Но если вы тесно общаетесь с его родственниками, и вы каждый раз выслушиваете на каких-то посиделках, на каких-то семейных сборах о том, какая вы плохая, это того не стоит. Я считаю, либо нужно ставить на место человека превселюдно, ну, либо можно хотя бы попытаться наедине что-то объяснить, да, либо просто это не ваша семья, и можно попытаться, да, жить с молодым человеком отдельно, ну, либо с мужем, потому что я знаю, что даже женатые замужние пары живут, бывает, с родителями, потому что, ну, нет финансов на то, чтобы обеспечить себе жилье отдельное. В этом, конечно, вот главная причина всех вот этих отношений. Все, кто начинают жить вместе, все, кто видят, что у них серьезные отношения, готовьте себе будущее, а будущее, я считаю, снять отдельное жилье, потому что, ну, не у всех такая вот сладкая история, как у меня, допустим. У многих, вот у многих я просто слышу о том, что мама такая-сякая, мама меня ненавидит, как бы я что-то не пыталась делать, она все равно меня не принимает. И на это может быть множество причин. Не нравишься ты ей, она заготовила ему другую невесту, либо она в мечтах видела другую невесту, что она будет по-другому как-то выглядеть, по-другому себя вести, по-другому разговаривать. Вы можете выводить человека просто мелочью какой-то. Тот же ваш говор какой-то может не нравиться, может не нравится, как вы краситесь, может вообще не нравится то, что вы не краситесь. Ой, короче, понимаете, это такой вот замкнутый круг, который нужно либо разорвать вовремя, либо вообще не создавать его. Так что по поводу внешнего вида я вам хочу сказать, что мама меня всегда поддерживала. Вот в этот раз она приезжала. Не знаю, у меня было куча вещей каких-то, которые я приобретала со временем сама, да. Не знаю, маме всё нравилось. Маме там и платьишки мои нравятся. А может быть, да, где-то что-то ей не нравится, но мама на этом не зацикливается, потому что, ну, это не нужно, значит. Если что-то малейшее, да, даже вам не по вкусу, вам не нравится, это не значит, что, ну, это может не нравиться кому-то ещё. Поэтому она не настаивает на своём и ничего такого не говорит. Всё время называет меня красоткой, вот. Мы также питались вместе. Финансовые какие-то вопросы мы решали всегда вместе. Это нормальное положение вещей. Одно время мы пошли, закупились едой, да, одно время, допустим, мама это сделала, либо мы вместе как-то это всё устраивали. Не было какого-то такого вот, да, отношения, что, типа, ага, в тот раз мама покупала что-то из еды, в этот раз мы купим, потом в следующий раз мама, да, и неважно, есть у неё деньги или нет. Нет, это как-то всё, знаете, вот на подсознательном уровне было. Я не собиралась там, знаете, по столу там кулаком такая, вот знаете, будет теперь вот так вот. Нет, я просто вот как бы, есть еда, я и рада этому. Есть крыша над головой, я и рада этому. Да, ещё был вопрос по поводу того, как я выдерживаю, да, всё-таки однокомнатная квартира, да, и мама к нам приезжает в гости. Парень, который мне писал этот комментарий, он говорит, что он живёт с женой, да, или с девушкой, я уже точно не помню. К нему приезжает его мама, и он говорит, я не представляю, говорит, как моя жена, ну там или девушка, вообще относится к этому, но он говорит, иногда мне даже самому моя мама типа надоедает. И да, я в принципе соглашусь, я когда со своей мамой встречаюсь, я очень её рада видеть, но со временем, через неделю где-то, начинает, не то что надоедать даже, всё равно с уважением относишься, но уже нет такого вот, когда ты не виделся там, сколько-то лет, и вдруг увиделись, и всё в таком духе, не можете наговориться, не хватает вам времени. То же самое, в принципе, у меня и с мамой парня, мы с ней можем разговаривать просто часами, я не знаю, её может быть это утомляет, ну, в любом случае, меня тоже иногда разговоры утомляют, это нормально. Мама парня, она просто такая активная, она ходит всё время бело, кормит, ну, здесь, по крайней мере, когда приезжает, она всё время просто ходит куда-нибудь, и как-то сама даже может время проводить. Вот в этот раз, когда мама приезжала, мы чуть ли не каждый день выходили, с утра и до вечера, или там с обеда и до самого вечера, где-то ходили, где-то фотографировались, где-то что-то там смотрели, просто гуляли. Короче, очень много времени мы проводили именно вне дома. Мы как-то, знаете, вот просто ходим, обсуждаем что-то, где-то что-то вспоминаем, где-то что-то смотрим, также обсуждаем красиво или хорошо, или как вообще, вот, допустим, детей воспитывать нужно. Я просто спрашиваю маму мнение, она мне своё мнение высказывает, я ей своё. И, знаете, вот такие вот какие-то вопросы, такие вот жизненные моменты, мы всё время, когда гуляем, даже дома сидим, мы это всё обсуждаем. Она рассказывает о своей жизни, да, что у неё там творится, потому что, ну, я всех, получается, практически знакомых её знаю. Мы на этой почве общаемся, обсуждаем какие-то темы, и это иногда очень даже увлекательно. Я не знаю, как это может надоесть. Знаете, когда человек тебе интересен хоть как-то, то тебе не может быть неинтересно с ним, тебе не может быть скучно с ним. Да, утомлять может это, как и любого другого нормального человека. Я уверена, что я также утомляю маму парня, потому что я такой вот эмоциональный человек. Я просто это вижу иногда, она мне ничего не говорит, но я-то сама это вижу, и я это адекватно понимаю. Я тогда начинаю просто, ну, как-то пыл свой поумерить, допустим, уже эту тему не обсуждать, которая меня сильно заводит, либо просто, ну, плавно перехожу на другую тему. Ещё немаловажно то, как, да, в гости приезжает человек. Допустим, мама парня приезжает, она и уберёт здесь поможет, либо сама уберёт, она и есть готовит, она делает всё, понимаете? Поэтому, мне кажется, ну, как-то относиться плохо к человеку, который делает всё просто, не брезгуя. Я даже не знаю просто, каким человеком нужно быть, чтобы относиться к такому человеку плохо. Нет, я, конечно, не за то, только чтобы, да, там, приезжайте и, как бы, только готовьте мне здесь и всё остальное делайте. Нет. Я наоборот, знаете, меня где-то вот как женщину немножко дискредитирует, наверное, это то, что мама там на кухне возится, да, допустим, а я там вот за компьютером сижу. Меня где-то это немножко волнует, потому что, ну, как бы, человек в гости приехал, да, и не положено так вот просто. Я не раз подходила, просто говорила, да, бросьте, я там помою, я там приготовлю дальше. Она, ну, я не могу так, я хочу чем-то заниматься. И она просто занимается. Человеку хочется, пожалуйста. Это, наверное, нормально. Я у сестры жила, я также там и убирала, и готовила, и всё остальное делала, хотя, казалось бы, она хозяйка там. Здесь, знаете, главное не разделять. Я хозяйка, я здесь вот всё буду делать, командовать и всё остальное, а вы сидите по струнке смирно. Нет. Ещё были вопросы о том, ругаемся мы или нет. Раньше мы не ругались, сейчас мы тоже не ругаемся. Бывают какие-то недопонимания, мы там можем сказать что-нибудь, и не знаю, мне там не нравится это, или мне там, я так не хочу, допустим, и всё в таком духе. Я понимаю, что где-то я там спылила, где-то я там что-то сделала. Какие-то потом, последующие моменты я пытаюсь сдерживать себя, работать над собой, и это главное. Хочу дать советы. Во-первых, чувство волнения всё равно будет присутствовать какое-то время, это однозначно, и вы будете даже бояться где-то сделать что-то не так. Вы будете бояться как-то спровоцировать скандал, вы будете бояться не понравиться, вы будете бояться быть осуждённой. Я не буду советовать сейчас здесь избавиться от этих всех страхов, потому что все эти страхи, допустим, мне придавали только сил, как-то направляли меня на путь истины, чтобы я где-то, может быть, не допускала какие-то ошибки, чтобы я где-то, может быть, вела себя иначе. И, конечно же, здесь заслуга не 100% моя, потому что у нас такие, допустим, нормальные отношения, а здесь заслуга всех нас троих. Также не думайте, что если вы будете такая хорошая, то все будут относиться к вам хорошо, именно родственники, да и люди окружающие вообще вокруг. Нет, всё зависит, конечно же, от всех людей. Если вы не понравились человеку изначально, и вы его бесите, и человек вас просто ненавидит, то что бы вы ни сделали, подарив ему даже машину этому человеку, компьютер, я не знаю, айфон, всё равно вы будете плохим для него человеком. Нет, на момент подарка, конечно, всё будет окей, но со временем всё равно всё вот это отношение, вся неприязнь к вам всё равно вернётся. Так что запомните, никакие подарки не купят никакое хорошее отношение к вам. Это работает так же, как с детьми. Подарки хороши, но отношение и теплоту душевную, да, они чувствуют. Если вы увидели, что к вам уже плохое отношение, да, либо, может быть, почувствовали как-то это, нужно, во-первых, чётко знать, так ли это. Если вы уже чётко знаете, то мой совет вам не лезть на рожон, во-первых, и во-вторых, просто тактично пытаться объяснять человеку, в частности, да, маме парня, мужа, о том, что вам что-то неприятно. Если она, допустим, вас где-то обзывает, где-то говорит, что, ой, ты не умеешь готовить, там, или, ой, ты сделаешь это снова не так, как надо, вы сразу вот по факту, не потом когда-нибудь припомнили, а по факту говорите, что вам не нравится. Говорите, что можно так не говорить, мне это не очень приятно. Я такой же человек, как и вы, и так же учусь на своих ошибках. Если вы можете мне что-то подсказать со своей точки зрения, да, опытного уже человека, то я с радостью приму ваши какие-то замечания и вашу помощь. Но не обижайте меня, пожалуйста. Многие девушки не делают этого, не разговаривают, а здесь, понимаете, вот как отношения с мужчиной с вашим, да, так и с мамой его, так и с его родственниками, это также взаимоотношения, и здесь нужно разговаривать. Залог успеха именно в обсуждении ваших каких-то страхов, вашего непонимания, то, чего вам не нравится. Когда вы это все обсуждаете, то, соответственно, приходит понимание не только к вам, но и к той персоне, которая вас до этого как-то унижала, как-то с вами плохо обращалась. Да, есть непонимающие. Даже после того, как ты с ними поговорил, они все равно еще больше пытаются вас задеть и кольнуть. Здесь уж извините меня, у меня совет либо съехать на съемную какую-нибудь комнату, квартиру, жить с друзьями, с кем угодно, но только не с родителями. И главное, самое главное, говорить каждый раз об этом своему парню. Не пилить его, а именно говорить четко, что сегодня был такой случай, я там готовила, допустим, или я что-то делала, а мама твоя обозвала меня. Если это, конечно, что-то такое глобальное, что-то, что задевает вашу душу, если это мелочи, которые так же задевают вашу душу, но с ними можно смириться, лучше смиритесь с ним, потому что по каждой мелочи пилить так же и капать на мозг своему парню, мужчине, тоже не стоит, потому что рано или поздно вас всерьез воспринимать никто не будет, потому что вам каждый раз что-то не нравится, вам каждый раз мама здесь что-то сказала, мама что-то там сделала, мама это, мама то, и в итоге, понимаете, просто если нет возможности разъехаться, рано или поздно вас всерьез никто воспринимать не будет, и мама все равно выиграет, она будет на ступень выше вас, учитывайте то, что мама это мама, и какая бы она плохая ни была для вас, и как бы она плохо с вами не обращалась, для вашего мужчины она останется мамой, мамочкой, тем теплым человеком, который его любит, да, может быть я так рассуждаю, потому что у меня не было таких вот отношений плохих там с мамами, да, да, и я не считаю, что если вы, допустим, даже живете с родителями парня, то вы не имеете права голоса в чем-либо, если вам что-то не нравится, и вы делаете это по-своему, то я считаю, это нормально, ну, меня мама приучила как-то, да, по-своему готовить, я так привыкла, мама парня, соответственно, готовила по-другому что-то, если я делаю что-то по-другому, это не значит, что это неправильно, учить меня чему-то не нужно, потому что я-то все равно готовлю вкусно, да, а делать вот только так, да, как делает его мама и никак по-другому, это не обязательно, да, это может быть не очень приятно кому-то будет слышать, но, знаете, жизнь такая штука, и если ты не будешь объяснять, если ты не будешь как-то ставить, да, в каких-то мелочах таких вот на место людей, не будешь пояснять людям ничего, будешь просто вот хавать это все, то на тебе рано или поздно будут ездить, а у меня характер жесткий такой, я не люблю давать себя в обиду, я не хочу даже давать людям такого шанса, поэтому я всегда рассказываю, я всегда объясняю, я всегда в каких-то эмоциональных высказываниях, то же самое и маме парня, вы можете объяснять, если по ее мнению вы делаете что-то не так, это не значит, что все неправильно, это не значит, что все не так, вы объясните просто, что вас мама так приучила, если уже потом высказывается что-то плохое в сторону ваших родителей, в сторону вашей мамы, да, что раз она тебя так научила, значит, нерадивая мама, либо там, ну, еще что-нибудь, тогда нужно пояснить, что если вы делаете не так, как делают в вашей семье, то это не значит, что это неправильно, всех как-то воспитывают по-своему, все вырастают в своей среде, и мужчинам тоже хочу сказать, что не нужно относиться предвзято к своим женщинам, и считать, что ваша мама права на 100% где-то, потому что ваша женщина тоже выросла со своей мамой, со своими родителями, она тоже к чему-то привыкла, к чему-то своему привыкла, вот в корне на 100% поменять ей в своей жизни все только из-за вас и из-за вашей мамы тоже не нужно, вы меняете себя в корне, когда вы сходитесь с женщиной и живете со своей мамой, нет, мужчины как раз-таки когда живут с двумя женщинами, тем более если это их мама, либо теща, которая любит его, как своего сына, то это беда, в любом случае жить отдельно это хорошо, ну, понимаете, расслабляются все, расслабляются и мужчины, и женщины, ну, в плане и муж, и жена расслабляются, потому что мама делает все за них, потому что мама где-то считает, о, сыночек устал, пусть он лежит, пусть он занимается своими делами, пусть он играет за компьютером, а я сделаю все за него, нужно до последнего, чтобы он прибил там какую-то полку, чтобы он что-то сделал, потому что если мужчина ничего не будет делать по дому, вообще ничего не будет делать, да, никакое участие принимать в семейной какой-то жизни не будет, то, соответственно, отношения тоже будут ухудшаться со временем, вам это надо, советую просто быть осмотрительными, не относиться так же предвзято, потому что я у многих слышу в рассказах о свекрови предвзятое мнение и предвзятое отношение, потому что вот она один раз мне сказала плохо что-то, все, все, теперь она плохая, она будет постоянно мне вот так это могло быть единоразово, потому что была притирка у вас, это могло быть потому что человек не ощущал чувство такта какое-то, а потом понял со временем о своей ошибке, могло быть все что угодно, если человек вы видите идет с вами на контакт и он пытается как-то что-то делать, то это хорошо, конечно, если вы видите что человек не идет на контакт, то я уже говорила либо нужно отдельно жить, либо как-то искать взаимопонимание, если нет возможности отдельно жить, либо говорить о том, что вам не нравится, у людей такая тенденция, мы находим слабости какие-то, мы находим слабых людей, мы знаем как себя с ними вести, мы знаем что можно где-то их как-то задеть, ущемить, в то же время потешить свое самолюбие и нам за это ничего не будет, мы все такие, но либо нужно с этим качеством себе бороться, если конечно вы желаете этого, либо если вы не желаете бороться с этим качеством, то нужно учитывать то, что рано или поздно вам могут дать отпор, это я обращаюсь к свекрови, либо к тем девушкам, которые очень сильно гнобят своих свекровей, и это тоже бывает, ой, она меня задолбала, она такая сякая, причем свекрови вообще тише воды ниже дровы, а она вот такая вот пришла, с ноги дверь открыла, такая вот она я пришла, как бы радуйтесь, нельзя так себя вести, какая бы там свекровь ни была, тихоня, грымза, не важно, ведите тоже себя достойно, как мама мне говорила, я для нее стала как дочка, реально мне мама моего парня не заменила, маму, конечно, мою, но она мне дала то, в чем я нуждалась все время, пока моей мамы рядом не было, и да, я называю маму парня мамой, не тетей, не дядей, не по имени, не знаю, как-то так повелось, что мы когда познакомились, не было таких особо еще моментов, чтобы я там что-то говорила, да, и употребляла именно обращение, какое-то, потом, когда мы стали жить вместе, соответственно, нужно было как-то найти то, как я буду обращаться к человеку, и ничего другого мне просто даже в голову не пришло, как именно мама, мне сначала было неудобно как-то говорить так, почему, потому что мне казалось, что маме неприятно, из каких-то разговоров с ней о других людях, я понимаю, что это нормально, мама это лучше всего, чем вы будете называть тетей по имени, мамы в какой-то степени все равно испытывают мамские чувства, как по отношению к сыну, так по отношению и к вам, пусть это не сразу будет, но со временем так бывает, может быть, я, конечно, бы не горела желанием, чтобы меня какая-то девочка называла мамой, когда я ей вовсе-то и не являюсь мамой, но в итоге, да, смотря в будущее, я бы хотела, чтобы меня вот как раз таки называли мамой, чем какой-то тетей или по имени, потому что даже те дети, которые сейчас называют своих родителей по имени, мне, честно, это непонятно, это, конечно, может быть модно, где-то кому-то прикольно, я этого не понимаю, я считаю, самое вот теплое, душевное, это когда вот мама, папа, дети. По поводу, как относятся ко мне остальные родственники моего парня, я, в принципе, не знаю, на самом деле, как они ко мне относятся, именно стопроцентно я за них отвечать не могу, но у нас тоже с ними отношения хорошие, и я считаю, это нормально, я считаю, мне просто, понимаете, вот, наверное, повезло, я, что-то я расчувствовалась немножко, мне просто, понимаете, вот повезло в жизни, и я благодарна не судьбе, я благодарна тем людям, с которыми я познакомилась, опять же, благодаря своему парню, и также благодарна им всем за то, как они меня приняли, так что в любых отношениях не стоит считать, что вы такая умная, все остальные дураки, нужно идти так же на компромиссы, нужно так же присматриваться, прислушиваться, я вот честно, когда мы жили вместе с мамой парня, я настолько уже знала по взгляду, по манере вот общения, что у мамы нет настроения, что, допустим, что-то случилось, что плохо, допустим, человеку, я уже настолько это все выучила, потому что присматривалась, просто присматривалась, хотя мне это, ну в принципе-то можно было и не делать, потому что ко мне нормально относятся, как бы, у меня все зашибись, но я работала над отношениями, я старалась, я не делала это для того, чтобы меня признали, узнали, какая я хорошая, нет, потому что это мне в пользу было, я просто видела, что человека не нужно трогать, допустим, что не нужно лезть на рожон, либо нужно наоборот помочь, и это помогает, помогает в общении, поэтому нужно понимать, нужно как-то общаться, и тогда будет вам счастье, если вы считаете, что все вам вокруг должны, мама должна меня принять такая, какая я есть, парень должен тут тоже заткнуть свой рот, потому что я знаю, что нужно, из этого ничего не выйдет, понимаете, всегда говорю, нужно оставаться людьми в любой ситуации, да, бывают разные ситуации, опять же, мы конкретно какую-то ситуацию не берем и не обговариваем ее, да, мы не решаем здесь какие-то проблемы, мы здесь с вами собираемся для того, чтобы каждый рассказал свой опыт, свою историю, для того, чтобы каждый что-то где-то может быть подметил, каждый высказался, то же самое сделала я сегодня, надеюсь, мой опыт в чем-то кому-то поможет, надеюсь, мои какие-то замечания также будут полезны, и да, у меня уже садится камера, я буду с вами прощаться, надеюсь, видео было полезным, опять же, интересным, и если это так, то, конечно, поддержите его пальцем вверх, потому что я буду знать, что тема очень интересная, я в принципе здесь в общем рассказала, если брать конкретно какие-то ситуации, то это уже, конечно, отдельный ролик, и да, спасибо за вашу идею снять такой ролик, люди, которые писали мне комментарии, на которые я ответила в этом ролике, и этим роликом, я надеюсь, вы еще остались со мной на канале, посмотрели наконец-таки этот ролик, да, я надеюсь, у всех наладится отношение, все будут работать над своими отношениями, надеюсь, что у всех все будет хорошо, да, ничего не бывает легко, никогда, ни у кого, запомните это, я с вами прощаюсь, желаю всем удачи, и пока-пока, красиво, не знаю, не знаю, диоп poster